Добрый вечер! Сегодня вся планета празднует День авиации и космонавтики. Пройти мимо такого события мы не могли, поэтому этот выпуск программы «Новости 24» на Бережной Челны наполнен воспоминаниями о космическом подвиге и дерзкими планами будущих достижений. Они проложили дорогу в космос, как челнинцы отметились в истории покорения Вселенной. Станки ЧПУ, соответственно, изготавливают детали для ломохода, где требуется высокая точность. Что касается конкуренции ведущих космических держав, то она и сейчас продолжается. Правда, теперь в борьбу вступили еще и частные компании. Тот, кто быстрее соперника построит управляемый с земли луноход, доставит его на спутник и выполнит спецзадание, получит 30 миллионов долларов. В нашей команде ведущие разработчики России не обошлись и без специалистов из набережных Челнов. Наши инженеры разрабатывают специальное программное обеспечение для станков ЧПУ. Станки ЧПУ, соответственно, изготавливают детали для ломохода, где требуется высокая точность. Челнинские специалисты создают на компьютере математическую модель детали с учетом свойств материала. После имитируют весь процесс обработки на определенном станке. Все, что показывается на экране, в точности повторится на производстве. Опыт таких операций имеется. Челнинские инженеры сотрудничают с Роскосмосом и оборонной промышленностью. Ребята, которые у нас работают, это очень высокопрофессиональные, очень высокие специалисты, крепкие специалисты. Доставить слиноход на Луну российская команда планирует к концу 2012 года. Будем надеяться, что наши инженеры справятся с этой задачей первыми. И повторят успех соотечественников, которые 50 лет назад выиграли космическую гонку, первыми отправив человека в космос. Потому именно день триумфа отечественной космонавтики, 12 апреля, стал праздником всех землян. Желаю вам право, право. Поехали. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.